Всем привет, мои хорошие! Сегодня я вам покажу, как мы готовим юльхинка. Это рождественская ветчина, которую шведы едят в Рождество. Так, смотрите, для этого мне понадобится стрёбрёт. Это сухарики, крахмал кукурузный, мёд, горчица, два яичка, потому что у нас небольшая хинка. Господи, небольшой кусок ветчины. Вот так вот оно выглядит. Видите, оно находится в какой-то субстанции, не знаю, жирной, в такой бульон, что ли, какой-то такой, как желеобразный. Она уже сваренная и в сетке находится. Сейчас мне нужно будет её раскрыть, слить эту воду, снять сетку и приготовить пасту-маринад, которую мы смажем сверху. Сейчас я вам всё, ребятки, покажу. Значит, эту ветчину я отбираю. Готово уже. Мне нужны только желтки. Поэтому я отделю желтки от бирков. Всё очень хорошо. Потом нужно просто яичничку и омлетик какой-то просто, одно яичко добавить. Так, есть два желтка. Вот такая вот кашица. Яичный соус такой получается. Стороночку. Я делаю всё на глаз, ребят. Горчица. Ну, у них горчица, блин, это не горчица, она сладкая. Чуть-чуть мёда. И вот это вот, вот таким образом. Замешиваю. Это новый я увидела, рецепт. Мы в прошлом году не так делали. Ну, практически так. Но там вместо мёда, там был сироп. Так, дальше. Теперь, ребят, мы раскрываем вот эту вот ветчину. Она уже сваренная. Она уже, в принципе, готова. Вот, видите, оно как желированное какое-то такое. Что, рыбу готовлю, ржу? Что, мя? Кстати, кусок неплохой. Здесь не очень много жира. Мы жира так не едим никогда. Срезаем. Но я его срезу только после приготовления. Он даст сочность этой ветчине. Видите? Ой, такая сетка. Вот надо снять эту сетку. Всё на меня брызгает. Сейчас идёт передача с Лерой Кудрявцевой Секрет на миллион. Отец Жанны Фриски. Ну, я чисто так включила для... Как холодец этот. Поняли? Это бульон застыл. Ой, исполнил. Хороший кусок. Обычно это, знаете, это как лотерея. Не знаешь, какой ты не видишь. И здесь сало немного. Прям кусок отличный, замечательный. Видите? Вот. Сейчас эту красоту... Где-то, кажется, отсеточки пооставались. Сейчас эту красоту я перекладываю в уже подготовленную форму. Сюда. Сейчас, ребята, одну секунду. Секундочку. Так, ребяточки. Теперь по этому новому рецепту. Мне нужно крахмалом присыпать вот сверху немножко. Для того, я так думаю, чтобы... Я не знаю. Но крахмал жидкость впитывает. Может, чтобы этот соус не стекал. Я не знаю. Это новый рецепт. У меня новая есть упаковка крахмала. Но уже эту надо закончить просто. Вот так вот. Раньше мы не делали крахмал. Раньше я делала путёте-брид. А это я увидела на этом. На фейсбуке новый рецепт. Да что-то новое уж надо было. Вот. А теперь сверху... Что-то фига крахмала там. Ничего. Красив. Ябьёк. А теперь сверху вот этой вот... Я не знаю. Субстанцией сумищу. Вот этим кремчиком я смажу. Она должна лежать вообще вот так. Но, видите, она у меня не боляшка. Ничего. Всё равно будет вкусно. Вот. Дальше. Сверху это всё присыпается сухариками. Для корочки. Ну, получается, эту корочку мы и не едим. Потому что жир этот срезаем. И никак его не используем. Я знаю, что многие сейчас там... Думают, вот, дают они. На жирке там кто-то и картошечку может протушить. Ну, не ест, Роберт. Такой я не ем жир. Ой. Всё. Ребяточки, готово. И теперь на 25 минуточек эта красота отправляется в духовку. Этот кусок уже сварен. Он абсолютно готов. Просто для того, чтобы пропитался вот этим маринадом, для корочки, его запекают ещё в духовке. Вот. Сейчас поставим... Сколько? Минуточек. Давай. Кому? Я поставлю 25. Что-то так медленно она. Поставила на 27 минут. И пусть она себе там доходит. Моя красавица. Потом покажу вам, ребяточки, что... Сижу, выжидаю. Осталось 9 минут. Печальная какая-то эта передача. Про Жану опять пройти день. Надоели уже. Так, 9 минут осталось. Завтра поедем тетю Бриту поздравим. Ей тоже повезём. Короче, дальнейшая судьба этой ветчины такова. Она должна остыть. И у нас есть специальная машина, такая как гильотинка. И только этим Роберт занимается раз в год. Он будет завтра нарезать. Я тоже вам всё это, мои хорошие, покажу. 8 минуточек осталось. Итак, мои хорошие. Вот я вынула её через 25 минут. Вот такая вот получилась пирожуля. Вот такой пирожулечка. Всё, ждём, когда остынет. Оно остынет, и потом Роберт нарежет на вот этой гильотиночке. Я тоже вам сниму немножко, покажу. Роберт говорит, когда готовила моя мама и бабушка вот такую рождественскую ветчину. И для того, чтобы оно быстрее остыло, говорит, мы ставили это на балкон. Но сейчас я положила вот в такую глубокую тарелку. И мне нужно чем-то прикрыть, чтобы, ну, птички там, знаете, мало ли птичка залетит, поклюёт. Вот, сейчас я накрою, Роберт вынесет на балкон, и быстрее остынет. Вот я накрыла такой пергаментной бумагой для выпечки. И сейчас Робертушка пусть вынесет, оно остынет. Итак, она уже остыла. Это ветчина. Сейчас Роберт уже приготовил, вот, машинка, он будет гильотину это резать на ней. И я сниму вот это вот, снимаю. Вот этот жир. Короче, вот этот фэт, жир, он у нас уходит. Уходит, уходит во своё. И выброс, это естественно. Ну, она не очень жирная, хорошая. Немножко осталось. Я срезаю сразу всё, потому что он, ну, точно это не ест. Я если кусочек из этого всего съем, хорошо. Я свинину не очень люблю. Так. Ой, блин. Ой, всё. А я сэсну тсу фэт. Всё, вашего. Вот. You need full pieces. I have to see how big it is. It's not so big. Maybe. Maybe half. Yes, like that should be. Okay. Вот она какая в разрезе. Не знаю, я не люблю, я не могу. Я уже смотрю на нё в разрезе. Она мне, ну, я не буду её есть. Не могу я с фенью есть. Всё, ваши good. Сейчас я вам поставлю, ребята. Наслаждай. Как работает Рузер. Ах. 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 Это довольно жак, я думаю. Что ты думаешь? Это нормально, Джо. Ай, что ты думаешь? Ах. Дай мне показать с этой стороны короче этой машинкой мы пользуем мы он пользуется развод она хорошая но ты пока достанешь и и пока установишь это все там и детали папа к помоешь и это вообще ну вот как то так и так как есть он вот такие вот продаются упаковочка снята уже раскрыта вот такие хлебцы это именно не только на рождество продаются вот они мне пахнут милом кориандра не знаю чем они не пахнут вот такой хлебец берется намазывается сверху масло значит горчица я показываю как есть роберт меня так понятно все шведы так едят берется масло берется а то вы не знаете это и уже знаете утрированно в общем маселка лично мне не хлеб этот не нравится не 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 это ведь что берется господи это все даже без жира взялся уже так все снимет вот так вот без жира и донты джесси а нет ну мид до батнут фэк вот это тоже у нас выбирается либо я и боня пришел все все короче на кучу и сверху на этот бутербродик вот это вот горчица у них горчица написано старк самая сильная сильнейшая но она знаете как она для меня как минут они только для меня это не та горчица которую мы привыкли с вами есть вот такой вот ребята получается абсолютно рождественский бутербродик робертушка ваш и год любимый вот такой вот бутербродик рекомендую все ребята всем всего хорошего с любовью ваш